После трагедии в Генуе немецкий бизнес требует модернизировать мосты ФРГ. В частности, в Союзе промышленников считают необходимым реконструировать все подобные объекты, возведенные в 1960-х. Ведь итальянская катастрофа, которая унесла жизни четыре десятка человек, показала, построенные в прошлом веке сооружения могут не справиться с современными нагрузками. Федеральная земля Гессен уже начали инспекции. Проектировщики этого моста на автобане А-66 рассчитывали, что ежедневно он будет пропускать 20-25 тысяч автомобилей. Тогда как сегодня их проезжает втрое, а то и в четверо больше. Да и вес грузовиков значительно увеличился. Проверка на прочность начинается с элементарного – простукивания. Высокий тон означает, что с бетоном все в порядке. Если я стукну по полости, звук глухой. И тогда я знаю, что что-то не так. Таким образом, мы определяем, нужно ли проводить какие-либо работы. Часто вода затекает в конструкции, и мы должны выяснить, почему? Местные власти обещают проинспектировать, если нужно отремонтировать все объекты как можно быстрее и с минимальными неудобствами для водителей. Однако просят автомобилистов отнестись к проблеме с пониманием. Мы просим всех о терпении, ведь все понимают, что работы проводить нужно, но они не могут быть произведены без задержки транспорта. Мы же не делаем это, чтобы позлить людей, а наоборот для их же безопасности. Согласно данным Федерального научно-исследовательского института, автодорог в отличном состоянии в Германии находится только 12,5% автомобильных мостов. При этом с таким же числом конструкций дела и вовсе плохи. Первыми проверят и модернизируют именно эти объекты.